Страшнее кошки зверя нет. В деревне Атингеево Лукаеновского района кошка набросилась и искусала свою хозяйку. Елена Алешина даже попала в больницу, но после того, как было проведено лечение, раны стали подживать, ее выписали. Вот она у меня заживает. Вот здесь покусала 8 или 9 дыр сделала. Жжет, болит. Я ее вечером погладила. Она меня один раз укусила. Я говорю, что-то такое не поведение нехорошее у кота. Белье. Лежит на диване. Говорю, уберу это белье от кошки. А то чего-то погодит. Она как-то на просто на руку и давай мне грызть. Она вызвала скорую, а там уже все сделали анализы. И оказалось, правда, что бешенство. В приемное отделение Лукаеновского района была доставлена жительница села Атингеева. Пациентка была госпитализирована в хирургическом отделении, где ей был проведен весь комплекс лечебно-профилактических мероприятий. Бешенство – это опасное заболевание. Смертельное как же для животного, так и для человека. Поэтому был проведен комплекс противопезотических мероприятий. В первую очередь, это дезинфекция всей территории. Труп животного был утилизирован в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. Также в соответствии с указом губернатора введен карантин. У нас очень много заброшенных кошек, и недалеко кладбище здесь находится. По ходу лисы с кошками там могли взаимодействовать как-то. Сначала потеря аппетита. Сначала перестал есть кот. Потом поведение такое шеи вот двигает вот так вот поворотами, еле-еле двигает. Я говорю, знать бешенство. Потому что вот когда чужой кот болел в прошлом году, заходил к нам нечаянно в коридор. И тоже такое поведение было. Я обнаружила. А потом на анализы вот взяли. Все животные в городе Лукаянов будут подвергнуты профилактической вакцинации. Также владельцу животного, хозяйке, оказана антирабическая помощь. Барсик. Вот таким маленьким котенком я ее вырастила. Жалко, конечно, и плакала, и думаю о коту. Семь лет вместе с ней были. Еще котов будете заводить? Нет, больше не буду. Все боюсь, уже страх. Вот все мясо дрожит. Как вот про котов начинают говорить, меня все трясет.